Учебный год Знакомая ситуация, когда ученики друг к другу говорят, вот у нас 6 уроков и еще классный час. И вот этот классный час перестает быть классным. Конечно, это тоже ответственность, зона ответственности классного руководителя, поэтому предлагаю вот несколько таких направлений и идей, которые вы разовьете и примените уже в своей жизни или пойдете дальше, выше, глубже меня. Поэтому вот для того, чтобы это было не только обязанностью, но еще и удовольствием. Итак, все серьезно. Почему бы не совместить цели, которые есть у нас в развитии системы образования, еще и с вот таким мероприятием, как классный час. Есть несколько направлений. Вот национальные цели развития зелятся на направления. Первое – это вот качество образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. С этим связано участие в международных мониторинговых исследованиях. Мы говорим о развитии функциональной грамотности. Да, действительно, я хочу вам предложить эти направления тоже перенести еще и на классный час. Далее, посмотрите, пожалуйста, мы говорим о изменении статуса классного руководителя, поэтому действительно классные часы должны тоже вот быть таким статусным мероприятием. Мы говорим о воспитании, мы говорим о развитии волонтерского движения, то есть это все национальные цели развития. Поэтому, конечно, в неурочную деятельность, классный час – это тоже такой вид деятельности, предлагаю вам включить еще такие занятия, как провести их в формате классный час «Учимся для жизни». Не только учебные курсы, но и конкретные такие вот встречи. Будет ли это игра, когда предлагаются задачи по разным направлениям, будет ли это беседа, будет ли это какая-то информационная история. Но вы знаете, слушать долго трудно взрослым, трудно долго слушать ученикам. Поэтому, конечно, чем больше будет интерактива вокруг этого всего, тем будет лучше. Задача на функциональную грамотность – это задачи ситуации, которые не только можно прочитать, но можно и проиграть. Вот такой вариант. Какие-то могут быть задачи, об этом я тоже скажу. Ну, например, наша серия сборник эталонных заданий «Функциональная грамотность. Учимся для жизни». Все направления представлены. Читательская грамотность, естественно-научная грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции. Вот книга «Читательская грамотность». И здесь есть интересная задача, называется «Моя Россия. Большое в малом». Речь о том, что пятиклассники решили участвовать вместе с классным руководителем, решили участвовать в конкурсе для того, чтобы отправиться в летнее путешествие. Объявлен конкурс, и вот их путь. То есть они зашли, так как финансовые возможности невелики, они решили выиграть конкурс. И вот они заходят на сайт, есть описание этой задачи. На одном из наших семинаров я разбирала эту задачу. Они находят объявление первое, они видят, что приз – это путешествие по тому проекту, который представят на конкурс. Разумеется, ребята грамотные, они смотрят образцы уже представленных работ, они есть на сайте, для того, чтобы сделать свою работу оригинальной. Дальше разбирается задача. Почему бы на основе этой задачи не подумать в формате классного часа, как можно отправиться в путешествие? Причем путешествие может быть сейчас и таким заочным, виртуальным. И вот тут вы можете отправиться хоть на Марс. Но для этого нужно подготовиться. Этапы подготовки. Вы работаете в направлении формирования функциональной грамотности с разными аспектами. И финансовые, потому что вы просчитываете и материальную сторону этой истории. И если это виртуальное путешествие, вы же можете не стесняться в тратах, но в пределах разумного. Вот, например, сборник уже «Финансовая грамотность». Этому тоже можно посвятить такую вот игру. Ну вот, например, ситуация конкурса эрудитов. Условия, задачи. Влад получил по электронной почте письмо. Станьте участником нашего конкурса эрудитов. У нас большой призовой фонд. И каждый второй участник оказывается победителем. Вы готовы попробовать свои силы? Ну и так далее. Не верится, как-то подумал Влад. Похоже на интернет-мошенничество. С этим мы тоже сталкиваемся. Задачи достаточно интересные. И вот есть серия такая, называется «Тренажеры». В данном случае это математика на каждый день. Да, не удивляйтесь. Я методист по русскому языку и литературе. Но посмотрите, что значит математика на каждый день. Рубрики «Домашние задания». И вопросы. Есть определенные условия. И вопросы, которые решаются. Как посчитать среднее время, которое трятят учащиеся класса на выполнение домашних заданий в неделю? Обсудите с соседом по парте утверждения в таблице, которые представлены. И определите, какое из них верное, а какое нет. То есть на самом деле это вопрос формирования математической грамотности. И дана ситуация очень такая достаточно житейская. Потому что время классного часа, который называется часом, и по большому счету должен занимать академический час, так же как урок. Иногда это полтора-два часа. Если это гостиная, формат, который интересен всем, это одна история. Другое дело, когда ребята торопятся на тренировку. Учитель торопится проверить тетради, заполнить электронный журнал. Ну, много достаточно дел. И тогда классный час становится в тягость. Вернусь к этому же задачнику. Например, есть рубрика «Ученическое самоуправление». Я просто направление вам дам. Потому что решение таких задач, оно действительно достаточно полезное. Ну, и вот есть рубрика «Каникулы». И самая моя любимая задача. Мы провели совместный вебинар с методистом по математике. Называется он «Математика. Дело житейское. Диалог математика со словесником». Запись этого вебинара есть на нашем сайте. Пожалуйста, посмотрите. Мы разбирали задачу о волонтерском движении. Вот это действительно очень интересно. Посмотрите, формирование математической грамотности, ну и которая входит в функциональную грамотность, одно из направлений функциональной грамотности. Заодно и говорим о волонтерском движении. А история такая. Есть текст об истории волонтерского движения. И есть определенная задача. Ну, например, для руководителя волонтерского движения из разных городов России решено провести вебинар. Часовые пояса разных городов России представлены на рисунке. Найдите разницу во времени между самым западным и самым восточным городами России. Вопрос второй. На какое время по Москве необходимо назначить начало вебинара, чтобы в нем приняли участие руководители волонтерского движения из городов всех часовых поясов России, если вебинар не может начинаться ранее 9.00 и позже 19.00 по местному времени. Видите, московское местное время. И вопрос третий, который мы разбирали, очень интересная задача. В феврале в городе Екатеринбурге проходила городская конференция волонтерских объединений «Творить, думать, действовать», на которую пригласили представители волонтерских организаций из всех городов России. Начало конференции было назначено на 10.00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время вылета на конференцию всех участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2.00 часов. И заполните таблицу, перечерчив ее в тетрадь. Вот такие задачи, ведь по образцу и подобию этой задачи можно составить и свои задачи. Также интересны задачники «Глобальные компетенции» и «Креативное мышление». Действительно, тогда вы, не хочется говорить, убиваете двух зайцев, пускай все зайцы останутся живы, вы решаете эту задачу в формате классного часа и делаете его интересной. Ну, а формы потом. Вот, собственно, эти сборники, о которых я говорила и примеры из которых привела. Это выпуск первый, и сейчас у нас выпуск второй, обратите внимание, уже они есть. И в двух частях – читательская грамотность и математическая грамотность. Остальные направления функциональной грамотности в одной книге. Они выполнены под редакцией Галины Сергеевны Ковалевой. Также тренажеры. Один я показала, и вот есть, обратите внимание, какие тренажеры, из которых вы можете взять какую-то ситуацию, которую вы проиграете, и решите еще задачу формирования функциональной грамотности. Серия задачники. Я просто вам покажу направление. Мне очень нравится вот задачник формирования функциональной грамотности. Есть тоже вебинар, который провел Виктор Викторович Федоров, один из авторов этого сборника. Там очень интересный выход. Ну, например, нужно составить карту своего путешествия. Причем путешествовать мы виртуально можем куда угодно. И ведь нужно получить информацию о гостинице, о проживании, о передвижении на транспорте, о безопасности, о достопримечательностях, достопримечательностях, которые мы можем посмотреть. Поэтому вот, пожалуйста, можете воспользоваться этим. Итак, мы говорим о воспитательной работе в школе. Классный час – это один из инструментов этого направления. И поэтому теперь это новые горизонты развития. Обратите внимание на то, что воспитатель – это федеральная функция. Поэтому, конечно, уважаемые классные руководители, статус высок. Поэтому и предлагаю совмещать вот это направление планирования классных часов с решением и других задач. Я вижу. Надежда, вопрос о функциональных обязанностях классного руководителя в ближайшее время. Я предлагаю вам обратиться все-таки к нормативным документам. Напишите мне на почту, потому что вот на предыдущем слайде есть нормативка. Поэтому, конечно, нужно внимательно смотреть. Точно так же знаю ровно столько же, сколько знаете вы. Потому что есть у нас сайты наши учительские с документами, где есть все такие нормативные документы. Хочу обратить ваше внимание на серию «Неурочная деятельность». Так как одним из ведущих направлений – это волонтерство, развитие волонтерское движение, развитие этого движения, то вот посмотрите, пожалуйста, что вам может помочь. Видите, с 5 по 11 класс есть криги, школа-волонтеры они называются. И это и знакомство учеников, ведь они могут знакомиться и самостоятельно, и просвещать друг друга, посмотреть на основные направления, принципы добровольчества. Это может быть проектом потом, вот таким социальным проектом класса, или параллели, или целой школы. Ну, понятно, что волонтеры начальной школы – это одна деятельность. Волонтеры основной школы и старшеклассники – это уже можно выбирать другую деятельность. Поэтому книги три. Обратите внимание, есть тематические настольные игры, социальные квесты здесь. И если на основе этой истории вы сделаете и свою еще историю, под свою школу, под свой район, под свой город, под свой регион, под страну, под несколько регионов, мировой масштаб. То есть на самом деле можно брать до самых глобальных высот такие проекты и работать с ними. Разумеется, у каждого проекта должна быть работа. После того, когда его защитили, должна быть работа. А что в результате этого произошло? Ведь проект – это что-то новое. Поэтому, конечно, если вы обратитесь как минимум администрацию школы, администрацию района, администрацию города и предложите какую-то интересную историю, связанную, например, с волонтерским движением, ребятам будет интересно. Есть вопрос. Задачники по английскому языку. Алсу, вот я представляю эти задачники, у нас есть специалисты, поэтому я вас прошу, вот этот вопрос я буду держать в голове, но вам нужно написать мне, чтобы я вас связала, и вам расскажет наш методист по английскому языку, что есть интересного в этом направлении, вообще по иностранным языкам. Далее, посмотрите, пожалуйста, а старшеклассники уже могут получить такие практические задания, которые определяют их интересы, они смогут выбрать направление волонтерской работы и оценить перспективы разработки своих собственных волонтерских проектов. Так, теперь мы с вами движемся дальше. Итак, мы говорим о внеурочной деятельности, как неотъемлемой части образовательной программы. Поэтому вот посмотрите, пожалуйста, направление, которое издательство просвещения может вам предложить. Ну, для начальной школы, да, духовно-нравственная, есть перечень, я не буду прочитывать, эта информация есть на слайде, и вы можете с ней ознакомиться. Общеинтеллектуальная, общекультурная, спортивно-оздоровительная. Мы продолжаем с начальной школы, посмотрите, пожалуйста, духовно-нравственная, вот праздники, традиции, ремесла народов российской, России. Интересные могут быть проекты, потому что дни национальной культуры, это тоже могут быть, внутри класса и в школе. Пожалуйста, вот с 5 по 11 класс, мы говорим о основной, и старшей школе, тоже общее, интеллектуальная, общекультурная, спортивно-оздоровительная и социальная. Мы можем представить все. И здесь есть вот названия авторов, названия вот этих пособий, на которые прошу обратить ваше внимание. Вот, пожалуйста, эта серия «Народы России. Дорога дружбы». Это об уникальном культурном многообразии, духовной обществе, общности народов Российской Федерации. Вот есть такие интересные книги. Уважаемые классные руководители, руководители методического объединения, я знаю, что в школах есть методическое объединение именно классных руководителей, есть предметников, есть классных руководителей. Уважаемые руководители, обратите внимание на книгу Натальи Долиной «Лидер нового поколения». Это действительно тоже может быть направлением классного часа. Понятно, что эта деятельность планируется. Хорошо бы, конечно, чтобы классный час был назначен на определенный день, чтобы ребята могли планировать тоже свое время. Хорошо бы, может быть, обсудить с активом класса удобное время, не только с администрацией школы, и тогда уже от этого режима, от этого графика не отступать. И, конечно, фиксированное время. Я пробовала проводить классный час, фиксируя время. Поначалу это было удивительно, потому что вот в классе было 30 человек, поэтому на то, чтобы каждому высказаться, было отведено ровно 30 секунд. И для высказывания, которое человек готов уже озвучить, этого достаточно. 30 секунд – это действительно много. Это чтобы высказался каждый. И смотрите, это уже получается 15 минут времени. Если каждый займет минуту, это 30 минут, но это не 45. Ещё остаётся 15 минут. Поэтому вот такая придирчивость, я бы сказала, щепетильность привела к тому, что мы стали обращать внимание, что мы успеваем достаточно много в короткий срок. И научились договариваться. Мои любимые песочные часы. Есть песочные часы на полминуты, на минуту. Вот, пожалуйста. Ребята будут учиться высказывать, будут учиться высказывать своё мнение. И это тоже мнение, которое нужно в жизни. Очень интересная история, игра в вопросы. Как много мы получаем ответов, вернее, не получаем ответы на наши вопросы. Тогда или я неправильно сформулировала вопрос, или человек не хочет со мной общаться, или человек не готов к моему вопросу. Понимаете, вот есть точные вопросы, точные ответы. Я приводила достаточно много примеров, не буду сейчас их озвучивать. Мы со многими с вами уже знакомы, тесно работаем. Потому что надо уметь формулировать вопрос тогда. Или действительно учиться давать ответы. Поэтому могут быть простые вопросы, простые ответы. Потом сложные вопросы, сложные ответы. И, наконец, неудобные вопросы, на которые ответить нужно обязательно. Это тоже такая психологическая история, практический тренинг. И вот книга «Лидер нового поколения». Вот посмотрите, пожалуйста, её назначение. И подготовка подростков в самостоятельной ответственной жизни. Сознание возможностей для устойчивого развития. Вот о ключах к успешной жизни. Поэтому достаточно много интересных идей, которые вы можете отсюда почерпнуть. Если мы говорим о духовно-нравственном воспитании, вот есть книги. Посмотрите, пожалуйста, которые... Если это будет и формат классного часа, то это может быть действительно каким-то действом, какой-то игрой, а не просто, вот так скажем, лекцией. Вот, пожалуйста, для направления «Патриотическое воспитание». Видите, классные часы у вас будут расписаны по направлению. Эти направления будут сочетаться с национальным проектом, с направлениями воспитания. Поэтому действительно и отчеты будут хорошие, и вы понимаете, что выполняете свою миссию. Потому что сейчас уже, конечно, классный час. Вот помните, были такие милые классные часы, чаепитие. Вот мы себе, наверное, не можем уже позволить, да не наверное, а точно. И это и вопросы здоровья, и вопросы гигиены, и вопросы вот занятости нашей. Итак, о патриотическом воспитании. Посмотрите, пожалуйста, пособия, которые мы можем предложить. И в этом направлении вот такие книги. И вот наши специалисты предлагают вам рассмотреть календарь образовательных событий на текущий учебный год, под который можно взять определенные направления идеи. Да, действительно, здесь учебник «Русский родной язык», потому что основной деятельностью этой предметной области является проект. Очень много интересных проектов. Загляните сюда, посмотрите в программу, и эти проекты могут быть идеями для вашего классного часа. Вот посмотрите. И можете тоже составить такой календарь, когда классный час тоже приурочен к какому-то событию. Ну, одно из направлений – это профориентация. И классный час тоже может быть построен. Очень много классных часов, таких ранее было выездных. Сейчас, может быть, с этим сложности, но, тем не менее, можно приглашать и специалистов, которые расскажут. Или вот такая, может быть, виртуальная встреча, вы можете узнать об этом. Это может быть производство, это может быть компания какая-то. И вот, посмотрите, есть такие книги тестов для 8, 9 и 10, 11 классов. То есть, во всяком случае, классный час можно построить и вот в этом направлении. Сейчас одно из таких очень сложных направлений, но оно у нас согласно ВГОС идет, ВГОС среднего общего образования. Это индивидуальный проект. Рядышком еще есть книга «Проектная мастерская», серия «Внеурочная деятельность». Поэтому вот эту книгу «Проектная мастерская» можно тоже использовать для классного часа, когда итогом классного часа после 45 минут будет проект. Ведь идея, план какой-то, интересный банк идей, это тоже может быть хорошим продуктом. Поэтому, может быть, в начале учебного года классный час провести еще, вот для того, чтобы собрать интересные идеи. Так, я периодически просто смотрю, есть ли вопросы. Поэтому, пожалуйста, вот на вопросы, которые сейчас вот сложны, потому что если это вопрос документов, я бы не стала пересказывать, я дала бы конкретные ссылки. Поэтому давайте разбираться еще и в таком нашем письменном общении. Итак, продолжаем нашу работу. Хочу обратить ваше внимание на книгу «Журналистика для начинающих». Ведь на самом деле классный час может быть вот такой вот редакцией. И главное не просто так о чем-то, но есть события в школе, есть личные события, есть события профессиональные. И почему бы классный час не посвятить тому, чтобы выпустить вот какой-то информационный лист для того, чтобы все это… Работа найдется каждому. Действительно, ребят в классе много. Но за 45 минут сделать интересное поздравление, информативный лист, или сделать это в электронном виде и выложить сразу. Ведь на самом деле такой… Вот когда пригодятся телефонные ребят. Потому что на самом деле вот этот продукт потом после обсуждения, после выполнения, после фотографии, как мы вот проводили каждый, можно выбрать ребят ответственных за текст, это можно сделать вот своим таким аккаунтом, куда можно выложить то, что получилось. Это и фотографии, и интересные тексты, и информация, которую ребята найдут. Почему? Нет. То есть такая редакция. Вот на этом слайде уже представлены пособия сборники эталонных заданий с QR-кодом, если вас это заинтересовало. И вот, собственно, к чему я вела. Я обещала идеи. Вот всё-таки оставляю место и для вашего творчества, скажу то, что я подсмотрела или сама попробовала, или хотела бы попробовать, если бы я вот сейчас была классным руководителем и пришла в класс. Ну, во-первых, разумеется, давно уже в привычке согласовывать всё, во всяком случае, с активом класса или с ребятами со всеми, чтобы не было каких-то вещей, которые им очень сложно выполнить. А если сложно, то это неприятно. То есть всё должно быть приемлемо. Поэтому была у меня и практика такого провального опыта, когда мои идеи мне казались замечательными, классными. Вот-вот. А ребята не понимают и не принимают. Вот тут, конечно, очень важно услышать их. Потому что иначе вот ситуация, я сегодня остался в живых на войне, именуемой творчество, когда учитель падает без сил, вот сгорает, а ответного слова такого не получает. Народ безмолвствовал. Безмолвствовал, потому что готов к протесту. Не нравится. Поэтому тут, конечно, нужно договариваться. Это очень важно. Классный час. Это там, где один в поле не воин. Это точно. Хотя, конечно, бывают и как раз герои этого классного часа, которые его готовили. Поэтому есть очень хорошая практика. Классный час, например, как проект. Проект, ребята, это может быть… Ну вот понятно, что не в той степени индивидуальный проект, который защищается. Хотя почему бы и нет. Можно об этом подумать. Но всё-таки мы говорим там о предметном индивидуальном проекте. А здесь это может быть проект группы. И группа готовит классный час. Разумеется, это обсуждается с классным руководителем на стадии планирования ещё. Чтобы не получилось так, что вот идея возникает сегодня, а завтра нужно сделать. Всё делается в последнюю минуту. Поэтому классный час как проект, как сценарий, как продуманное действие – это очень хорошая история. Если это сделано на целый год, во всяком случае на первое полугодие, понятно, что в процессе обсуждения проект может меняться в зависимости от ситуации, которая может быть. И эта жизнь, ребята, должны быть готовы взаимодействовать в группе, договариваться друг с другом, менять свои планы, если они понимают, что реализация будет не такой, как они придумали. Смотреть реально на вещи они должны уметь, согласовывать всё с классным руководителем, распределять время. То есть на самом деле это тоже такая задача на функциональную грамотность. Мне очень понравилась идея с антикафе, хотя слово антикафе мне, как учителю русского языка и литературы, не очень нравится. Вообще анти, вроде бы против. Но это очень интересная идея, где в качестве меню книги, например, идеи, мысли. То есть вот понимаете, да? А вот такое антикафе в таком формате прошёл один заключительный семинар в Курске. Замечательная Марина Валентиновна, мне кажется, придумала это, когда в меню были методические разработки. Была высокая методическая кухня, были такие региональные, так скажем, блюда. То есть в качестве блюд предлагались методические разработки. Вот такая была идея. Поэтому действительно в этом кафе мы чудесно посидели и решили наши методические вопросы. Классный час как тренинг. Вот тут вам могут помочь и психологи, потому что вот есть такое понятие сплачивания коллектива, потому что бывает так, что новенькие появляются в коллективе. Это вопрос адаптации в пятом классе. Это может быть вместе с психологом школьным разработанное или, уважаемые классные руководители. Мы все с вами учились в педагогическом, и был у нас курс психологии. И поэтому давайте вспомним, что мы уже знаем об этом. Конечно, есть очень интересные идеи. Делитесь друг с другом. И вот такая может быть форма. Классный час игра, в том числе деловая игра. Поэтому этому можно как раз играть в ситуации, которую я вам предложила из задачников. Классный час гостиная. Но все-таки я призываю вас к тому, чтобы это не было очень долго. Это действительно утомительно. Поэтому подготовительный этап нужно продумать таким образом. Если нужны какие-то переодевания, образы для этого, то, конечно, все это нужно сделать заранее. И, разумеется, не за счет сокращения уроков. Это разумеется. Далее. Очень интересно проходят классные часы самопрезентации. Но вот тут, конечно, очень важно распределять время. Если самопрезентация, если это не один классный час, а два, то минута как минимум. И поэтому, конечно, ребята могут и самопрезентацию сделать, и наглядность какую-то принести, или атрибуты своего увлечения. Я очень хорошо помню, какое впечатление произвели на ребят, вот просто когда их одноклассники, которые занимаются фигурным катанием, просто принесли свою форму, свои коньки, свои костюмы. И показали, какой это труд пришивать, например, блестки костюма. Не всегда костюмы бывают только готовыми. И вот танцевальные коллективы. Просто показали. И вот такой мастер-класс дали, как пришить блестки. Это оказывается достаточно сложно, чтобы все было так ровненько и красиво. Ну и, конечно, показали, как не на коньках тренироваться, как можно выполнить какие-то элементы. Мы их разучили. Вот как идея. Далее. Игра. Интервью с гостем. Это если приглашаете. Это могут быть интересные ваши родители. Родители – народ занятой. Но есть энергичные бабушки, дедушки, у которых своя история интересная. И рассказывать они могут о многом. Даже о своём быте, о том, как они росли, их детство действительно бывает интересным. Таких интересных людей можно найти и в своём районе, и в своём городе. Но человек, а тут условия, человек действительно должен уметь интересно рассказывать о том, что даже не знакомо. Это обязательное условие. Чтобы интересного в его жизни не произошло, но если он не умеет интересно рассказывать, тут уж или помогайте, или интервью, то есть какие-то вопросы нужно приготовить гостю, разумеется, заранее, и провести такую встречу. Но уж если вы разрешаете ребятам или предлагаете им задавать вопросы, которые лично им интересны, будьте готовы ко всему. Вопросы могут быть достаточно острые. Если ребята утверждаются, могут быть с этим сложности, если вы заранее не узнали эти вопросы. Лучше, конечно, их обсудить. Наедине со всеми есть такой формат передачи, когда кто-то из гостей, может быть, и вам придётся ответить, но всё-таки не на 45 минут. То есть на этом стуле может посидеть несколько человек. Формат открытого микрофона. Это или задаётся тема, или о наболевшем, когда ребята могут высказаться. Но это такой немножко психологический подтекст. Я видела формат баттла. Специально написала, что это существительное. И обращу ваше внимание, что на самом деле это вот жаргонное слово, которое уже вошло в наш узус и уже вошло практически в язык. И мы им уже общаемся. Это как поединок. Изначально рэп, брейк, данс. Но баттл может быть и как дискуссия. Это может быть столкновение интересов. Поэтому как формат рассмотрите. Дебаты. Дискутека. Я специально так написала, потому что дискуссия, дискутека – это что-то такое весёлое, с музыкой и с каким-то интересным действием. Классный час путешествия. Это не всё. Поэтому я предлагаю вам просто ещё подумать. Может быть, на своём методическом объединении классных руководителей, собраться, продумать эти форматы, предложить что-то, утвердить их. Понимаете, всем будет легче. Ведь если вы выбрали интересные форматы, ребята могут предложить что-то ещё своё. И если будет ещё своё, это будет здорово. А вот в этом формате вы уже тогда смотрите тему. Учтите и те направления, которые я говорила. Это реализация национального проекта. И личные интересы ребят. Ну, во всяком случае, вот тема волонтёрства, она может пересекаться и с личной потребностью. Многие из ребят попробовали на себе это уже, потому что, возможно, приходилось им помогать пожилым людям в то время, когда не рекомендовалось им выходить за продуктами. Может быть, есть ещё какие-то истории личные, о которых, может быть, они не рассказывают. Хорошо бы, чтобы они здесь и сейчас поделились. Может быть, одноклассники тоже с удовольствием поучаствуют в этом во всём. Хороший формат путешествия тем, что это может восполнить тот пробел, который мы получили в этом году. Не все поехали куда-то отдыхать. Вот можно попробовать проработать маршрут. И тогда можно действительно понимать, на что можно рассчитывать. И, может быть, этот маршрут, который просчитан в седьмом классе, будет реализован учениками, когда они вырастут в семье своей, в компании друзей своих. Потому что формат путешествия хорош тем, что это может быть и соединение как раз с патриотическим воспитанием, если мы говорим о нашей стране. Понимаете, вопрос часовых поясов ощущаешь физически, когда перелетаешь из одного региона в другой. А живя в одном регионе, это можно ощутить, когда можно придумать такую задачу. Сначала это будет проект, а потом можно написать в школу какого-то региона другого, попробовать объединиться, например, под флагом волонтёрского движения. Под флагом патриотического воспитания, под флагом интересов, которые сейчас есть у всех ребят. Под флагом профессии какой-то интересной. Во всяком случае, идей может быть масса. Итак, вот мои предложения, направления, литература, которую я вам предлагаю просто посмотреть на слайдах, выбрать то, что вам интересно, познакомиться с этим и выходить в класс. Сейчас мы формируем учебные планы, рабочие программы, потому что, ну, план у нас есть, примерная программа есть, заканчивается такой вот. Я знаю, что во многих школах в течение сентября собирается эта документация. Поэтому теперь, вот Татьяна Ивановна как раз пишет, есть идеи. Конечно, хорошо бы спланировать и в системе спланировать классный час. И тогда он будет зафиксирован в дневнике, все-таки это такой школьный документ, в электронном журнале. У вас всегда будет готово, так скажем, ответ на вопрос зауча, почему в таком направлении. Можно утвердить для всех, можно утвердить формы. А вот потом уже ваша индивидуальность, индивидуальность ваших детей раскроется на этапе подготовки и реализации. Поэтому, конечно, совместные классные часы это очень много людей, но может быть, может быть, какие-то мероприятия проводить и на параллель, если это речь о профессии. Ну, понятно, что тут вопрос времени. Поэтому, может быть, пока провести внутри своего класса самое лучшее, самое интересное выбрать уже на параллель. И тогда можно, и собрав параллель, например, в актовом зале, например, если это направление подготовка к будущей профессии, представить самое лучшее из каждого класса. Но на следующий раз уже других ребят, других направлениях, потому что, понимаете, сам выход на сцену для каждого школьника испытание. Я очень хорошо помню, был у меня речевой проект, когда я просто пошла в администрацию школы, сама была заучем по воспитательной работе, и поэтому тоже сама разрешила себе это. Я просто сказала, давайте вот в каждое мероприятие официальное кто-то из моих учеников два слова со сцены произнесет, стихотворение прочитает, обязательно каждый. Это был речевой проект. Быть ведущим. Не один, чтобы школьник вел все школьные программы, а несколько школьников. Пускай это будет несколько пар. Из начальной школы, из основной школы, из старшей школы. Тогда всем будет легче, не нужно будет учить большое количество текста, и можно будет не по бумажке читать, объявляя какие-то номера. Уж свою часть каждый выучить. А выход на сцену, свободное поведение, в костюме официальном, это, конечно, тоже очень хорошая история. Да, действительно, Наталья, строго на класс. Ну, в нынешних условиях, да, вы правы, конечно. Поэтому, видите, я с оговоркой говорю, если есть такая вот возможность. Пока ее нет. Поэтому, конечно, мы работаем сейчас строго в классе. Это рекомендации, которые мы обязаны выполнять. Это правильно. Но, с другой стороны, класс может ведь то, что случилось в классе, каким-то образом представить в школе. Это интернет-пространство, аккаунты и фотографии, которые они могут выложить после интересного классного часа. Или это может быть какой-то листок информационный, который, ну, вот день-два, где-то в определенном месте. Все-таки стенды пока еще есть в школах. Будет здесь. Вот тут вот может быть. Вот такая обратная связь может быть. Собственно, у меня все. Я постаралась уложиться, потому что, конечно, готовых рецептов, которые угодят всем, нет. Потому что кому-то больше сахара нужно, кому-то соли. Я говорю о кулинарных блюдах. Так вот, действительно, классный час – это тоже такая авторская кухня. Но это может быть общая такая, так скажем, книга, идей, банк идей. Я посмотрю еще, есть ли вопросы. Я вот сейчас вижу, что у нас пожелания. Да, присоединюсь к Ирине. Коллеги, всем плодотворной работы. Все-таки давайте думать о хорошем, о приятных сторонах нашей профессии. Если кажется, что есть профессии лучше, поинтересуйтесь, посмотрите на тяжелые стороны других профессий. Поэтому желаю вам плодотворной работы. Работайте с удовольствием и берегите свои замечательные силы. Давайте улыбаться друг к другу и жить с интересом. Просвещайте и просвещайтесь. Всего доброго. До свидания.